Наука Ядерной аварии Ну, практически всему миру Петр Котин Президент Украинской национальной Компании по атомной энергии Энергоатом Петр, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте Ваша оценка Ситуации, нынешней ситуации После того, как там Бывала комиссия МАГАТЭ И даже выпустила отчет Какова сегодня Ситуация на атомной электростанции И какова угроза Ядерной аварии там Ну, давайте разделим Два вопроса Это перебывание миссии МАГАТЭ На Запорожской атомной станции И та текущая ситуация, которая там есть И я бы начал Со второго Текущая ситуация Очень напряженная на атомной станции Сегодня на атомной станции Повреждены все линии связи Запорожской атомной станции С энергосистемой Украины А это четыре линии По которым выдавалась электроэнергия В мирный час И три там фактически линии Резервных Одна из них Линия резервной выдачи И две линии Это запиток Собственных нужд Запорожской атомной станции Все эти линии на сегодня Повреждены И запорожская атомная станция Работает сейчас одним блоком В режиме острова И этот блок Он питает Свои Собственные нужды Запорожской атомной станции Всех шести энергоблоков И фактически Он работает на мощности 154 мегаватта Это очень низко для такого блока В принципе В соответствии со спецификациями Предполагалось Что он может так работать Не больше двух часов Однако Мы контролируем ситуацию По техническим параметрам Типа турбины Как это Фактически положено И на сегодня Энергоблок продолжает работать Уже больше суток В таком режиме И одновременно Занимаются Постановлением Тех линий связи С украинской энергосистемой Которые на сегодняшний момент Разрушены Вот такая ситуация Если этот блок По какой-то причине У нас Мы вынуждены будем Остановить Или он остановится Самостоятельно Автоматикой То после этого У нас останутся Только дизеля Которые могут Снабжать Подавать питание На насосы Охлаждения Активных зон И бассейнов Выдержки В которых находится Отработано Ну и действующее Ядерное топливо В реакторах И бассейнах Выдержки Запорожской атомной станции Ну и это уже Последний резерв Да То есть если Отказ дизелей Произойдет Ну тогда мы уже будем Разговаривать Про Возможные Радиационные Последствия Этой ситуации То есть не будет Охлаждения И реактор просто Начнет плавиться Изнутри Фактически так Когда топливо Начинает плавиться Изнутри После того Как вы Включили первый раз Реактор После того Как вы Свежее топливо Завезли И фактически Включили Реакцию Деления После этого Это топливо Постоянно Должно охлаждаться Поэтому Оно Стоит В реакторе Отдает Свою Теплотворную Способность Реакторной Установке После того Как она Снижается Как топливо Все равно Обрабатывается Все равно Это топливо Ставится в бассейне Выдержки Отработанного Топлива Потому что Его все равно Реакция Продолжается Его все равно Надо охлаждать И вот Мы На Запорожской Станции Имеем Шесть Энергоблоков Шесть Реакторов Заполненных Полностью Топливом И так При них Рядом Стоят Находятся Бассейны Выдержки Отработанного Яерного Топлива И там Тоже Стоит Топливо Которое Необходимо Постоянно Охлаждать Поэтому Критичным Является Подача Напряжения Электричества Для Питания Для того Чтобы Обеспечивать Работу Насосов Которые Охлаждают И реакторы И бассейны Выдержки На сегодня Это делается С одного Нашего Энергоблока Который Работает Абсолютно В нестандартном Режиме И раньше Никогда Такой режим Не испытывался Нигде В режиме Острова Сам на себя И на все Остальные блоки Обеспечивая Работу Вот этих Насосов Если этого Не будет То мы Перейдем На дизель Генераторы И уже После дизель Генераторов Ничего не останется На сколько Времени Хватит Дизелей Дизелей Хватит На 10 дней Это По запасу Того топлива Которое Находится На запорожской Атомной Станции Сегодня 10 дней Дизели Будут Работать Но Дальше Можно подвозить Безусловно Топливо Однако В той Инфраструктуре Которая Сейчас Существует Запорожской Атомной В Запорожской Области Там Идут Боевые Действия И Там Логистика Поставок Свежего Топлива Для дизель Генераторов Она Конечно Нарушена И Фактически В таком режиме 20 дизелей В работе И Ну даже Часть этих дизелей Она Требует Чтобы в день Поставлялось Порядка 200 тонн И Может быть Чуть больше 200 тонн Дизель Для нового Топлива Вы понимаете Что Железной Дороги Нет В условиях Войны Это Поставить Сложно Петр Скажите Пожалуйста А вот Вы говорили В ваших Интервью Что Переподключить Запорожскую АЭС К российской Энергосистеме Либо невозможно Либо очень опасно Вот может быть От украинской Системы Ее отключили Россия хочет Ее подключить К своей системе Чтобы потом Запитать ее Электричеством Со своей системы Ну Можно На самом деле Подключить И с российской Энергосистемой И с украинской Энергосистемой Когда станция Находится В режиме Острова Это зависит Только от возможностей И пропускной Способности Тех линий Которые подходят Со стороны России Или со стороны Украины Вот Здесь только В этом Вопрос На сегодня Все линии Связи Запорожской Атомной станции Они повреждены Таким образом И так Аж Также Повреждены Линии Которые Соединяют Район С Крымом Откуда Россия Собиралась Запитывать Электростанцию Таким образом Там подстанция Каховская А с подстанцией Каховской На Запорожскую УЖАЭС Или Другой путь Мелитополь И там С Мелитополя Молочанска Там есть еще Линии По которым Они могут Запитаться Но Это все Вопрос Исправности Этих линий И соответственно Исправности Линии связи С украинской Энергосистемой Я думаю По прежнему Что подключить К российской Энергосистеме Запорожскую Станцию Невозможно Скажите А потушить Последний Энергоблок Там 8 Из них По-моему 7 уже потушены Там 6 всего Энергоблоков Да Они находятся В холодном Состоянии Два дня Назад Когда мы Видели Что ситуация Развивается В неблагоприятном Направлении Мы отдали Распоряжение Пятый Энергоблок Так уж Перевести В холодное Состояние И он Сейчас Переведен В холодное Состояние Потому что Холодное Состояние Это более Безопасное Состояние Реактора И только Один Энергоблок Продолжает Работать На мощности Потому что В данном Случае Когда у нас Нет внешнего Источника Питания Мы считаем Более Безопасным Держать Этот блок В работе И запитывать Собственные Нужды От него Чем уже Переходить На Дизель Генераторы И это Будет Следующий Шаг И Как бы На шаг Ближе Мы будем Убежать Традиционные Аварии Если Ситуация Дойдет До того Что будет Развиваться В этом Направлении Скажите Пожалуйста Угроза Главная Угроза Ну Скажем Так Вероятная Угроза Аварии На Запорожской Аэс Это Будет Еще Один Чернобыль Или Это Будет Выброс Радиации Как на Фукусиме Вы знаете Ситуация Зависит От того Как Много Ядерного Материала Повредится Вообще Дойдет До этого Или нет И если Дойдет До Плавления То Как Много Ядерного Материала Повредится Чернобыльская Авария Там Фактически Паровым Взрывом Разорвало Все Конструкции Реактора И после Этого Все Топливо По кусочкам Раскидало По территории Вокруг Запорожской Атонной Станции Чернобыльской Извините Чернобыльской Конечно Конечно же И Это Топливо Оно Продолжало Делиться В этих кусочках Да И выходили Радиоактивные Продукты Деление В первую очередь Это Йод Который Он Воздушный И он Переходит Соответственно В атмосферу Образовую Это изотоп Йода Это не Йод Собственно Это изотоп Йода Радиоактивный Это изотоп 131 Йод 131 Да 135 Они выходят Но 131 Наиболее Там Опасный Который Был Да Ну И Многие Другие Элементы Там Выходили Там Стронцы И так Далее Но Это Это Все Загрязняло Территорию Но Образовывается Облако Радиоактивное Которое Потом Двигается По ветру Оно Из-за Этих Летучих Компонентов Которые Выходят Из топлива Фактически Радиоактивных И Вот Такая Ситуация Там Была Да Но Это Был Полностью Один Энергоблок То есть Вся Активная Зона Таким Образом Если Мы Говорим О Текущей Ситуации Ну Если Будет Незначительное Плавление Да Ну Будет Соответственно Авария Маленькая Будет Какие-то Локальные Нарушения Дядерной Абицизной Безопасности Если Дойдет До того Что Расплавится Полностью Реактор Ну Тогда Мы Будем Иметь Такие Последствия Как В Чернобыле Примерно Вот Ну А Фокусима Если Сравнивать Там Фактически Авария Затронула Все Последствия Которые Там По сценарию Внешнего Обесточивания Тут Сценарий Ближе К Фокусимскому Безусловно Потому Что На Фокусиме Также Было Потеряно Внешнее Питание Станции После Этого Запустились Дизель Генераторы А Дизель Генераторы Потом Накрыло Цунами Которая Фактически Повредила Всех И Они Выключились И После Этого Началось Плавление Потому Что Не было Питания Никакого Ценами Возникло Из-за Того Самого Землетрясения Просто Ну Там На Полчаса Задержалась Пока Дошла Волна До Берега Вот Ситуация Примерно Та Самая У нас Нет Сейчас Связи С Внешней Энерго Системой На Запорозской Атомной Станции Через Обстрелы Повреждены Все Линии Связи И Мы Очень Близки К тому Чтобы Перейти Петр Скажите Пожалуйста В отчете МАГАТЭ Говорится Что Они Зафиксировали Повреждения Хранилища Отработанного И свежего Ядерного Топлива Вот Независимость От Энерго Системы По-моему Это угроза Еще одна Угроза Сама По себе Если Повреждены Хранилища Ну Это Не совсем Так Это Тут Немножко Немножко Не точно Вы сказали Они Говорят Про Повреждения И там Повреждения Самого Здания В котором Хранится В том числе Свежее Ядерное Топливо И жидкие Радиоактивные Отходы Это Спецкорпус Номер Один И там Было Попадание В крышу Этого Здания И там Достаточно Большая Дыра Если Отчет Кто-то Хочет Посмотреть Он на Сайте МАГАТЭ Есть Там Фотография Есть Как Эксперт МАГАТЭ Находится На крыше И там Большая Дыра В этой Крыше От Разрыва Это Достаточно Большое Длинное Здание Там Много Помещений И Там Где Находятся Жидкие Радиоактивные Отходы И Само Свежее Топливо Оно Не задействовано То есть Это В другом Месте Там Этого Здания Это Дырка Вот Про это Они Пишут Что Повреждено Здание В котором В том числе Хранятся Свежее Ядерное Топливо И Радиоактивные Отходы Там Радиация Там Уровни радиации Они Те же Самые Уровни радиации Те же Самые И Соответственно Повреждение Это Не затрагивает Очень Опасная Там Ситуация С Хранилищем Отработанного Ядерного Топлива Которое Находится На площадке Запорожской Атомной Станции Там Стоят 174 Контейнера И В каждом Из них 24 Стоят Атомных Сборки Отработанных Ну Там Бетонный Контейнер И Внутри Там Металлическая Корзина В которую Уже Запаковано Это Топливо Туда Не было Отработанного Топлива Туда Не было Прилетов Хотя Близко Там 10-15 Метров Оттуда Были Прилеты Ракет Российских И Там Одна Неразорвавшаяся Ракета Она Находится Застряла Там Земля И Как бы Видно Откуда Она Прилетела В том числе И Как бы Снимаются Все вопросы По поводу Территорию Станции Да Петр Последний Вопрос Скажите Пожалуйста Как Сейчас Работники Станции Я так Понимаю Что Украинский Персонал Продолжает Работать На Запорожской Атомной Электростанции Они Подвергаются Там Запугиванием Прессингу Были Даже Сообщения О том Что Есть Убитые Есть Пыточная Там Для того Чтобы Они Не Дай Бог Не Рассказали МАГАТ Какую Нежелательную Для России Информацию Вот Что Вы Знаете Как Сейчас Осуществляется Там Работа Обычного Персонала Атомной Электростанции Ну Персонал Работает И смены Работают Как обычно За исключением Того Что Психологический Тиск Очень Психологическое Давление на персонал Очень серьезное Оказывается Ну Конечно Персонал Работает На станции Где Постоянно Находятся Русские Солдаты Да Которые Там Угрожают И оружием И Фактически Они заняли Там Помещение Противоаварийной Инфраструктуры Там Кризисный Центр Заняли Там Инженерно-технический Центр Заняли Столовую На территории И Фактически Из тех Людей Которые Там Работают Ну Нам Известно О двухстах Примерно Людях Которых Просто Забрали И держат В клетке Да Примерно Десять человек Мы не знаем Вообще Судьба Куда Что с ними Случилось С этими людьми Два человека Были убиты Один из них Забит Насмерть В этих Застенках Которые Они там Организовали В городе Энергодар Очень многие Люди Продолжают Судержаться Там В клетках И их Не выпускают Примерно По две Деньки Они работают На подвале С этими С нашими Работниками Которых Они захватывают И фактично Они Ломают Им психику И Осуществляют Там пытки И Иногда Ну как Я уже сказал Случай Когда Человек Приводится В больницу После После того Как Его избили Там Фактично До смерти Уже В бессознательном Состоянии Умирает Уже В больнице Ну Вот Такие Случа Там Есть И Персонал И про Это Сказано И в отчете В том же Самом МАГАТЭ Что Они говорят Challenging Conditions Для Персонала Существуют На Запорожской Атомной Станции То есть Такие Условия В которых Выполнение Функций Своих По поддержанию Ядерной Радиационной Безопасности Атомной Станции Становится Очень трудным Для персонала Потому что Он находится Под этим Давлением И думает И о ядерной Безопасности Думает о том Чтобы с ним Чтобы его не схватили Чтобы его не избили Чтобы его семья Там безопасно Жила В городе Ну и так далее И так далее Да Большое спасибо Петр Котин Президент Компании Энергоатом Я благодарю За участие В нашей Программе И держитесь Там Желаем Украине Скорейшей Победы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...